Ау, привет пашистики. 3 сентября произошла очень неприятная ситуация на фуре прогулки. Приехала полиция, разогнала фурей, задержала организатора и еще четверых ребят и отвела их в отделение. Двоих отпустили, но остальных продержали двое суток в камере, а после их ждал суд. Сегодня я расскажу в подробностях все, что произошло, что видели очевидцы и то, что мне рассказал фурь, которого задержали. Разберем ошибки и как в дальнейшем такого не допускать. Естественно, реальные имена я раскрывать не буду, а в приложенных переписках буду скрывать аккаунты, чтобы не распространять личные данные в целях безопасности. Все, что расскажу, рассказали очевидцы и ребята, которых задержали. Также я получил лично у каждого разрешение на использование этих данных. Прогулка была в районе Бескудниково. Маршрут проходил через множество светофоров. Вы здесь не успеете. Останавливаемся. А после через узкие пешеходные и велодорожки вдоль бульвара. Так как участников прогулки было много, то толпа заняла всю ширину обеих дорожек. Организатор не принял мер к тому, чтобы велодорожку освободили для велосипедистов. Да и объяснять такому количеству гуляющих, чтобы шли по узкой пешеходке, очень сложно. Первая остановка была на спортивной площадке, где занимались местные, двое парней и девушка. Как только толпа фурей пришла на площадку, которую, кстати, организатор назвал почему-то детской, местные жители предпочли уйти, конечно, с недовольным видом. Как выяснилось позже, организатор считал аллеи в спальном районе около жилых домов, по которой все шли, обычным парком, естественно, где шумели, слушали музыку на колонках и веселились. Да, по закону шуметь можно до 11 вечера, но тем не менее, если шуметь в спальном районе, то это может раздражать местных жителей, которые, в свою очередь, могут вызвать полицию. Именно поэтому все прогулки проводят в парках, а не около жилых домов. Примерно через час, как началась прогулка, по пути встретились полицейские, которые начали расспрашивать, что происходит и что это за мероприятие. Томас, человек, который собрал людей, сказал полиции, что он организатор, после растерялся и начал утверждать, что мероприятие согласовано и у него есть разрешение. Полиция проверила эту информацию, подтвердила, что прогулка не согласована с управой района и из-за этого факта обмана появился, естественно, большой интерес к фурям. Запомните, если нет разрешения на прогулки, то и организатора нет. Со слов полицейских, если бы участников было меньше 20, то вопросов бы и не было. Но почему 20? Откуда взята эта цифра? Я, честно говоря, не понял. У нас запрещено гулять компанией более 20 человек? Если кто-то может ответить на этот вопрос, то напишите в комментариях, может быть, узнают для себя что-то новое. Я лишь смог найти разъяснение Роспотребнадзора и требования пожарной безопасности, где говорится, что массовое пребывание людей это 50 и более человек. Конечно, для того, чтобы не мешать организатору, для начала должен быть именно диалог с полицией. А для этого нужно знать хотя бы основы нашего законодательства, иметь хотя бы малейшие юридические знания или же опыт общения с полицией. А также быть стрессоустойчивым, иначе в панике можно наговорить очень много лишнего. А все сказанное может и будет использовано против тебя. Но в данном случае, когда увидели, что организатор не может вести диалог и внятно разговаривать с полицией, участники прогулки решили принять участие в общении, где каждый говорил разное, из-за чего началась неразбериха. В разговор с полицией подключился Снэш, которого Томас назвал тоже организатором. Но на деле тот был просто участником прогулки, но согласился с тем, что он соорг, чтобы помочь Томасу. Один из полицейских сказал, «Вы нарушили статью, которая гласит, что больше 20 человек собираться нельзя, а тем более проводить мероприятия». После прозвучала еще одна интересная фраза. «Знаете, ребят, зря вы к нам пришли. Вас заметил глава управы, да еще и без разрешения. Это статья». Тут уже совпало несколько факторов. Во-первых, кто-то организатору сказал про 31 статью Конституции, где говорится, что граждане вправе собираться мирно, без оружия и проводить митинги и шествия. Зачем говорить про 31 статью, когда прогулка не подходит под шествие и тем более под митинг? Во-вторых, через несколько дней были выборы и опять же говорить про митинги перед ними – плохая идея. В-третьих, организатор начал использовать эту статью чуть ли не в каждом предложении в общении с полицией и утверждать, что мы имеем право здесь находиться по 31 статье. То есть, это звучит, как организатор утверждает, что мы митингуем и имеем на это право. Именно после этого, на фоне обмана про согласование, Томаса задержали за проведение несогласованного митинга, а также Снэша как Саорга. Чуть позже приехала машина Росгвардии. Один из сотрудников подошел к фурям, ни с кем не стал разговаривать и ушел обратно с недовольным видом, сказав полицейским, что зря его вызвали и это не митинг. Даже если упустить тот факт, что это не митинг, то по конституции митинги разрешены, но существует статья 20.2. Ах да, мы же в России. После общения с организатором, сотрудник полиции решил проверить документы еще двух людей, Алана и Нео. Нео был в форме спецназовца, а Алан в ошейнике и домашнем халате, что, вероятно, смутило полицию. У Нео проверили документы, прописку, отдали паспорт и отпустили, но у Алана оказалось нет регистрации в Москве, и когда сотрудник полиции спросил, когда он был последний раз в своем городе по месту регистрации, тот не смог дать внятный ответ и лишь упомянул, что живет уже более трех лет в Москве и регистрация ему не нужна. В итоге Алана задержали и началась массовая проверка документов. Люди запаниковали и начали быстро расходиться, чуть ли не убегать, что тоже было лишним. Да, Алан имел право находиться и жить в Москве, так как он здесь учится, но после задержания полиция уже не хотела принимать эти сведения и повезли его в участок. Но все же, если вы учитесь в Москве, а прописаны в другом регионе, то относитесь ответственнее к документам и оформляйте регистрацию. Пользуйтесь своим законным правом. Ребята, всегда, когда задают такой вопрос, и вы находитесь не в своем городе, то отвечайте, приехал сегодня повидаться с друзьями, погулять. По закону, вы имеете право находиться в другом городе, но не более 90 суток без прописки и временной регистрации. Не нужно давать даже малейших поводов для задержания. По словам очевидцев, Алан сказал полиции, что живет в Москве уже более трех лет без регистрации, что и послужило поводом для его задержания. Да, он имел право находиться в Москве, так как здесь у него учеба, но никто на месте разбираться не будет. Хоть малейший повод, и ты задержан. Тех же, кто просто стоял рядом с полицией, задерживать не стали. Было ощущение, что чем ты спокойнее, тем меньше вызывал подозрений. Отдельно стоит заметить, что у организатора был усилитель звука для лучшей слышимости. Дальше, дальше! Пошу не обгонять меня! Это был не классический громкоговоритель, а небольшая колонка с микрофоном, размером с поясную сумку, что тоже могло заинтересовать правоохранительные органы. В итоге задержали и отвели в машину троих человек. Организатора прогулки Томаса, участника прогулки Снэша, который признался, что тоже организатор, хотя таковым не является, и Алана, у которого не было прописки и регистрации в Москве. Уже сейчас мы видим, что сложилось очень много факторов, из-за которых произошли задержания. Организатор не получил разрешения на прогулку и обманул полицию. Маршрут был построен так, что проходил через спальный район, где мешали местным жителям и велосипедистам. При диалоге с полицией организатор растерялся и не смог ничего сказать. Упомянули 31 статью, что разрешен митинг и шествие перед выборами. Хотя это не митинг и не шествие, а человек без регистрации сказал, что живет в Москве уже три года. А из-за полной неразберихи люди начали очень быстро расходиться, когда проверяли документы. Что ж, задержание не самая приятная процедура, наполненная кучей алгоритмов и бумажной работы. Если задержание уже неизбежно, точно не стоит паниковать. Ни в коем случае не сопротивляйся и не веди себя агрессивно. Это усугубит ситуацию или вовсе перевернет ее полностью не в самую лучшую сторону. Конечно, знание – сила, но знать все законы невозможно. Чтобы было легче отстоять свои права, стоит знать, за что тебя задерживают. Не бойся спрашивать и узнавать о своих правах. Не ставь свою подпись и не соглашайся на какие-либо действия просто так. Очень многие процедуры требуют согласия гражданина, а на многие действия требуется составление протоколов. Если видишь хоть какие-то неточности или чего-то сам не понимаешь, то не спеши сразу ставить подпись. Читай внимательно все бумаги и не торопись. А лучше и вовсе требовать адвоката и вообще ничего не подписывать. И не говорить без него. У задержанного есть право на звонок. Сообщи, в какой отдел тебя доставили и за какое правонарушение тебя задержали своим близким или друзьям. Еще очень важно помнить, что изъять могут только то имущество, которое непосредственно тем или иным образом относится к твоему предполагаемому правонарушению. На изъятие личных вещей должен быть составлен протокол с участием двух понятых или с введением видеосъемки. А это все подробно описывается в протоколе. Никаких разблокировок телефона и просмотра содержимого быть не должно. Досмотр может проводиться только сотрудником одного с тобой пола, в присутствии понятых того же пола. На эти действия также составляется протокол. Фотографировать и снимать отпечатки пальцев без твоего согласия не могут, если паспортные данные были предоставлены, а личность установлена. Задержать тебя могут на срок не более трех часов, но в отдельных случаях могут задержать на срок не более 48 часов. Постарайся зафиксировать на видеозапись факт задержания твоих друзей без угрозы для своей жизни, здоровья или свободы. Помни, не стоит проявлять чрезмерный активизм в правовом поле, особенно без знания законов. Это может усугубить обстановку и ухудшить положение дел задержанных. Поддерживай связь с задержанными. Также зафиксируй время их задержания. Важно знать, кого задержали и в какой отдел был доставлен. Как появляется новая информация, в самый короткий срок звони адвокатам. Сразу после задержания ребятам полицейский сказал, не переживай, влепят 500 рублей штраф за хулиганство и отпустят. Здесь не нужно соглашаться даже на штраф 500 рублей. Ты же не виноват. Придерживайся этой позиции и жди адвоката. Если задержанные сразу готовы признать свою вину и согласиться на штраф, то это признак того, что они опасаются большего. Если невиновного бы схватили и оштрафовали на 500 рублей, то он бы негодовал. По прибытию в МВД ребят оставили ждать инспектора. Алана, сотрудник полиции, позвал пройти с ним в кабинет для фотографий у доски с ростом. На каких основаниях, непонятно. Они не имели права этого делать. Буквально минут через 15 его снова вызывают и просят подписать бумаги, даже не сказав, что это. Сотрудник махом пролистнул все страницы и сказал, что это тот самый штраф в 500 рублей. По своей глупости, Алан не стал ничего читать и подписал документы. Томас и Снэш аналогично подписывали все, что им дают, не разбираясь, что именно это за бумаги. Никогда, никогда не подписывайте никаких бумаг без полного прочтения. А еще лучше, не делайте это без юриста. Всегда, везде есть море подводных камней. И все, что ты подписал, будет использовано против тебя. Затем привели еще двух фурей, которых задержали у метро, но на этот раз несовершеннолетних. За Снэшем и Томасом пришел инспектор и забрал тех давать показания. Алана оставили сидеть одного. За территорией МВД ждали друзья, а после на машине подъехали ребята с водой и едой. Но в итоге прождали до 9 вечера. Учитывая, что всех задержали в 3 часа, а в отделение привезли в 3.40. В итоге Снэшу и Томасу, как на организаторов, повесили административку. Организация массово одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. А затем отвели всех в камеру, где они провели все воскресенье и половина понедельника. А Алану сказали, что ему светит та же статья, а не штраф в 500 рублей. Самое страшное, что по такой статье могут отчислить из университета и забрать в армию. Ребята получат административку, штрафы и могут потерять учебу за прогулку в парке с друзьями. В понедельник состоялся суд, где Снэша, Алана и Томаса все же признали виновными и обязали каждого выплатить штраф 10 тысяч рублей. Это не самый плохой вариант, который мог бы случиться. Могло все закончиться куда хуже, соверши организаторы или участники еще больше ошибок. Не надо думать, что штраф в 10 тысяч рублей это самое большее, что может быть. Учитывая ситуацию, это минимальное, что мог дать суд, признав ребят виновными. И именно поэтому ни в коем случае не нужно делать и говорить ничего, кроме рекомендованного. Согласовывать все большие прогулки. Следить за поведением участников, а в случае приезда полиции говорить, что мы просто гуляем. В случае задержания ничего не говорить и не подписывать, требовать и ждать адвоката. Сейчас очень радует, что всех отпустили, а фури своих не бросают. Пока ребята были в МВД, им постоянно привозили воду, еду, а деньги на штрафы собрали сразу же после суда. Такая поддержка и взаимопомощь невероятно вдохновляет и дает чувствовать себя в большой пушистой семье уверенно и спокойно. Надеюсь, что сегодня каждый сможет что-то подметить и в будущем не допускать ошибок. Не нужно паниковать, убегать или провоцировать полицию. Нужно уметь общаться с полицией, когда ты организатор, а главное все согласовывать и получать разрешение, чтобы не было никаких вопросов. Удачи!